МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро первой новости города. В студии Дарья Кзюнова. Здравствуйте. Объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров сохранят свои посты в Кабинете министров. Об этом говорится в соответствующих указах президента страны Владимира Путина, которые опубликованы во вторник, 21 января. Также на своих должностях останутся глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобыкин. Министром юстиции стал Константин Чуйченко, экс-вице-премьер. Пост министра экономического развития занял Максим Решетников, экс-губернатор Пермского края. Министром культуры назначена Ольга Любимова, экс-глава департамента кинематографии и Минкульта. Министерство здравоохранения возглавил Михаил Мурашко, экс-глава Росздравнадзора. Министром спорта стал Олег Матыцын, экс-глава Федерации студенческого спорта. Министерство науки и высшего образования возглавил Валерий Фольков, экс-ректор Тюменского госуниверситета. Министром просвещения стал Сергей Кравцов, экс-глава службы по надзору в сфере образования. Министерство связи возглавил Максут Шадаев, экс-вице-президент Ростелекома. Министром труда и соцзащиты назначен Антон Котяков, экс-замминистра финансов. Стало известно, что Министерство по делам Северного Кавказа в соответствии с указом президента упраздняется. Его функции передаются Минэкономразвития. Президент России Владимир Путин во вторник в Москве встретился с премьер-министром страны Михаилом Мишустином и членами нового правительства. Путин поздравил министров с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Президент положительно отметил работу ушедшего в отставку правительства, отметив, что удалось создать базу для дальнейшего развития и хорошие макроэкономические условия. В предыдущем правительстве очень много работало над этим. Это дееспособные инструменты и достойные цели. У вас есть все для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций наших государств в мире. Михаил Мишустин в свою очередь поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что новый состав правительства сделает все возможное для достижения поставленных целей. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. Уже сегодня, после встречи с вами, мы планируем провести первое заседание правительства, где будем обсуждать в том числе меры по реализации послания, но и другая повестка дня. И благодарим вас за это доверие. Надеемся, что мы оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей. Вечером во вторник представили и девятерых из заместителей премьер-министра России. Соответствующие указы были подписаны президентом Владимиром Путиным также 21 января. Должности сохранили вице-премьеры Юрий Борисов, Игорь Трутнев и Татьяна Голикова. Первым вице-премьером был назначен Андрей Белоусов, который ранее трудился помощником президента России, сообщают из Вести. Новым вице-премьером стал Марат Хуснулин, до этого занимавший пост заместителем мэра Москвы по вопросам городостроительной политики и строительства. Также вице-премьером был назначен замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко. Еще одним заместителем премьер-министра стал Алексей Аверчук. Ранее он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы. Заместителем премьер-министра стал и Дмитрий Чернышенко, являвшийся генеральным директором Газпром-медиахолдинга. Кроме того, на пост вице-премьера была назначена Виктория Абрамченко, замглавы Минэкономразвития и глава Росреестра. Крымчане смогут баллотироваться в президенты Российской Федерации. Разработчики законопроекта о внесении поправок в Конституцию страны учли такую возможность. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Так, согласно законопроекту, президентом страны может быть избран гражданин России, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на крымчан, говорится в сообщении. Пояснение по этому поводу дал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Передает ТАСС. Далее цитата. «Это очень важно, особенно по Крыму и Севастополю. Эта оговорка есть в тексте. Поэтому их права никак не будут ущемлены. А с точки зрения дипломатов, военнослужащих и других граждан, которые по каким-либо причинам на какое-то время уехали на учебу, например, или осуществляют свои полномочия, конечно, это тоже будет учитываться», сказал депутат. Министр транспорта Евгений Дитрих подтвердил запуск поезда Севастополя-Москва. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Этот вопрос обсудили на заседании Комитета Нижней Палаты Парламента по контролю и регламенту и Комитета по транспорту. Встреча прошла в Госдуме. Сроками старта прямых поездов из Севастополя в Москву поинтересовался Дмитрий Белик. Евгений Дитрих подтвердил, прямое железнодорожное сообщение свяжет наш город и столицу России в апреле. С 1 июля будет открыто движение грузовых поездов по Крымскому мосту. Также на заседании обсудили вопрос о сроках ввода в эксплуатацию трассы Таврида. По словам Евгения Дитриха, крымский участок трассы запустят к декабрю 2020 года. Севастопольский участок на год позже. Все работы закончат срок. Обновят за полмиллиарда рублей. В Севастополе приступили к работам по ремонту 4-х километрового участка водопровода. Речь о сети коммуникаций, проходящих под землей от проспекта генерала Острякова до улицы Пожарова. Работы ведутся за счет средств из федерального бюджета и являются частью целевой программы по развитию Республики Крым и Севастополя. Как скажется ремонт на жизни горожан и когда его планируют завершить, рассказал директор государственного казенного учреждения управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Денис Водопьянов. Небольшой участок рядом с торговым центром океана вот уже как несколько дней обнесен строительным забором. На этой территории выкопали котлован. Его глубина около 3-4 метров. Внизу виднеется сам трубопровод. Его прокладывали еще в 1964 году. За прошедшее с тех пор время его состояние значительно ухудшилось, говорит Денис Водопьянов. Значительное количество аварий возникает на данном водоводе. Данный район непосредственно генерала Острякова в предыдущий период испытывал значительные перебои с водоснабжением. На данный момент усилиями водоканала эти перебои в большей степени ликвидированы. Ликвидировано, но поскольку это ликвидировано посредством перегрузки системы и соответственно риск аварии еще более стал серьезным. Раскапывать трубопровод полностью не придется. Работать будут по новой схеме. Вот такие вот котлованы 3 на 3 метра позволяют добраться до главных узлов, где уже изнутри с помощью специального рукава и будут наносить эмалирующий раствор, который обеспечит долгие годы прекрасной работы. Такой метод называется санация. Всего на первом участке протяженностью приблизительно в один километр планируют раскопать 6 таких котлованов. Для того, чтобы избежать отключения воды, перед началом ремонтных работ подрядчик проложит временную надземную линию водопровода. Проложим временный водовод для того, чтобы запитать абонентов, отроем санационные котлованы, вскроем трубу, почистим ее изнутри, и запихнем внутрь специальный рукав, который под давлением и под температурой станет внутри пластиковой трубой. Согласно контракту, завершить все работы подрядчик должен будет до конца 2021 года. Но представители фирмы считают, что смогут справиться и быстрее. Сдать объект хотят в первое полугодие 2021-го. Кирилл Попов, Денис Александрович, Северный форумбюро. Домой по электронному ключу. Многолетняя история с проблемой доступа в жилье вновь повторилась в общежитии Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности по улице Вокленчука, 29. 17 января в здании установили турникеты, но выдавать электронные ключи проживающим там семьям руководство колледжа отказалось, говорят пострадавшие. Севастопольцы обратились за помощью к временно исполняющему обязанности губернатора города Михаилу Развожаеву. Какая-то ситуация уже абсурдная совершенно достигла общежития на Вокленчика, 29. Там какие-то непонятные уже меры, там двери закрывают. Ну, что-то такое. Я прошу вас лично выехать сегодня, разобраться. Во-первых, людей, естественно, домой пускать. Я ни в коем случае даже вот эту дурью, чтобы не занимался там руководитель учреждения. Но я жду тогда предложения по тому, как в целом эту ситуацию решили. Такое поручение глава правительства дал в понедельник на аппаратном совещании после поступивших к нему обращений. 26 семей проживают по адресу Вокленчика, 29, на основании документов социального найма. На прошлой неделе руководство общежития установило турники. Это для контроля доступа студентов. Однако после отказалось пропускать жильцов, которые в колледже не учатся, но живут в комнатах общежития. В одностороннем порядке 17 января люди ушли на работу, ничего не подозревая, в обед их не стали пропускать. Поставили турникеты, заблокировали дверь магнитными ключами, закрыли кнопку. Значит, на все просьбы пояснить, почему так, у нас указания. Разобраться с проблемой на место выехали заместитель губернатора Ольга Тимофеева и депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова. После многочасовой беседы с представителями руководства общежития и семьями, проживающими там, удалось найти компромисс. Жителям должны выдать электронные ключи. Этот вопрос будет решать учебное заведение. Параллельно будет рассматриваться вопрос разведения потоков, то есть организации доступа в здание различным образом. Дальше будет решаться вопрос по эксплуатации данного здания. Причем еще летом этот вопрос поднимал Михаил Владимирович Разважаев, как только он приступил к своим обязанностям. Понимая, что то, что накапливалось на протяжении многих лет, быстро разрешить не получится. Также Ольга Тимофеева отметила, что пока здание находится под контролем сферы образования, режим работы будет определяться по всем правилам, установленным законом. По словам депутата законодательного собрания Севастополя, Татьяны Щербаковой проблема бывших общежитий запущена. Но людей удалось успокоить, что их не выселят на улицу. Мы приняли закон о специализированном жилищном фонде. И десятой статьей указали, что здания бывших общежитий, но там целая большая формулировка, не включаются в состав специализированного жилого фонда. Но это тоже достаточно временная формулировка. Отдельно по каждому зданию необходимо проверять, смотреть, на основании чего живут люди. Следующая встреча с жильцами проблемного общежития и руководством колледжа намечена на 20 февраля. За это время в правительстве города надеются придумать, как снять напряжение в сложившемся конфликте. Во всех районах Севастополя в 2020 году планируют открыть центры игровой поддержки ребенка и семьи. Родители тех малышей, которые еще не посещают детский сад, смогут привести их на игровые занятия. Главная задача – всестороннее развитие ребятишек в возрасте от года до двух лет. Внимание удирается интеллектуальному, речевому и эстетическому развитию малышей. Сейчас в нашем городе работают два центра игровой поддержки ребенка и семьи. Один из них функционирует на базе детского сада номер 69. Танцуют, рисуют, поют, занимаются физкультурой, выполняют увлекательные задания. Занятия в центре игровой поддержки ребенка и семьи проходят в игровой форме. Дети познают мир, закрепляют важные навыки, учатся общаться, готовятся к поступлению в детский сад. Основная задача – всестороннее развитие малышей. Конечно, важно адаптаться ребенком, привыкает к садику, к педагогам, видит обстановку. Потом будет легче ему прийти в детский садик. В отличие от простого садика, здесь мамы и папы не только присутствуют на занятиях, но и принимают в них активное участие. Родители учатся правильно общаться с детьми и лучше их понимать. У меня воспитатели очень хорошие. У меня старшие ходят в этот садик, все внимательные. Всегда помогут, всегда что-то там подскажут. Все комнаты, которые по коридору во все ходят. Пока маленькие, конечно, хорошо. Посещаем сейчас соляную комнату. После реконструкции в детском саду номер 69 появилась не только соляная комната. Тут есть чему удивляться и чем удивлять. Материально-техническая база позволяет ребятам познакомиться с разными профессиями. Здесь воспитывают юных альпинистов. Для этого оборудован скалодром. Каждый мальчишка может почувствовать себя плотником в настоящей столярной мастерской и научиться пользоваться инструментами и станками. В детской научной лаборатории ребята изучают окружающий мир и ставят эксперименты. В саду работает театральная студия, есть своя оранжерея и даже оборудованная кухня. «Помогать мне?» «Приучаем детей к помощи. К помощи родителям, к помощи какой-то элементарной печенье печь. Разрабатываются кулинарные навыки. Многим очень нравится. У некоторых прямо такой восторг, интерес к печеньям, к кексам. В основном сладкие блюда печем. Ну, помощь, конечно, родителям. Мальчишки тоже? Мальчишки тоже. Мальчишки даже иногда больше рвутся, чем девочки. Мы, конечно, под впечатлением пока до сих пор находимся. От количества сделанного для детей. Комната сливая, комната с кроликами живыми, комната, кухня настоящая для детей». Центр игровой поддержки ребенка и семьи помогает родителям в воспитании малышей, уверена заведующая детским садом УМКа Ольга Зинченко. «Мы взаимодействуем с дошкольным отделом. Мы делаем выборку из паза тех деток, которые выбрали наш детский сад, приоритетно. Мы набираем под группу до 10 человек. За ними закрепляется один день в неделю в определенное время. Так как это детки, которые еще спят два раза, то есть это примерно в 11 часов, они к нам приходят. У них есть специальное помещение от ЦИПРа. Они там встречаются в своем мини-коллективе. Потом к ним приходит педагог. У них идет образовательная деятельность. Каждую неделю она меняется. По словам директора департамента образования и науки правительства Севастополя Елены Богомоловой, во всех дошкольных учреждениях городские власти стремятся обеспечить условия для развития детей в возрасте от одного года до трех лет. Для этого на базе детских садов создают центры игровой поддержки ребенка и семьи. По всему городу мы планируем в рамках проекта, национального проекта образования и национального проекта демографии, создать условия для всех детей, для того, чтобы родители могли иметь возможность более раннее развитие этих детей осуществлять. По словам Елены Богомоловой, уже в этом году во всех районах Севастополя откроются центры игровой поддержки ребенка и семьи. Сегодня таких центров в городе два. На базе 69-го и 130-го детских садов. Марина Иванова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. 25 января в День студенты и по совместительству Татьянин День в музее-заповеднике Херсонес-Таврический пройдут бесплатные экскурсии. Однако акция действует не для всех, а только для тех, кто отмечает в этот день свой праздник. Это студенты и обладательницы имени Татьяна. 25-го числа они бесплатно смогут пройти на обзорную экскурсию Херсонеса «Город двухтысячелетий». Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, гостей познакомятся с жилыми кварталами Древнего полиса, христианскими храмами, хозяйственными постройками, общественными фортификационными сооружениями и единственным на территории Северного Причерноморья античным театром, а также пригласят в Свято-Владимирский кафедральный собор. Сбор экскурсантов у центрального входа в музей-заповедник. Начало бесплатных экскурсий в полдень не в два часа. На кассе учащимся вузов нужно будет предъявить студенческий, а Татьяна – паспорт. Привлечение иностранных студентов и новые площадки для экспедиций. Севастопольский госуниверситет откроет представительство в Сирии. Об этом в эфире телеканала НТС рассказал исполняющий обязанности начальника управления международного образования и сотрудничества учебного заведения Игорь Гольцов. Российские ученые получили от сирийских властей разрешение на проведение в прибрежной зоне государства подводных археологических исследований в течение трех лет. По словам Игоря Гольцова, открытие представительства – это результат тех проектов, которые запустил университет. На данном этапе у нас направлен пакет соответствующих документов в Министерство образования Сирии о признании дипломов, образовательных документов СФГУ на территории Сирии. У нас готово к подписанию соглашения с университетом Алеппо. Мы сейчас в стадии переговоров с университетом Аль-Баас, это Холмс-город. И в этом году очень, на мой взгляд, важное соглашение – это с Министерством высшего образования Сирии. Создание представительства откроет для университета новые возможности. Севастополь будет принимать иностранных студентов и выйдет на новые площадки для исследований. По словам ведущего научного сотрудника СФГУ Виктора Лебединского, Сирийская Арабская Республика – интереснейшая территория для изучения. Он уточнил, некоторые регионы можно по праву назвать колыбелью мореплавания. Открытие представительства в Сирии позволит в том числе устраивать выставки и научные конференции, где исследователи смогут рассказать о своих находках и открытиях. Это же целый комплекс мероприятий. Это научные конференции, это открытые лекции. В том числе не только для студентов, которые приедут из Сирии в Севастополь и будут здесь учиться. Это еще открытые лекции там, в Сирии, в разных городах, которые позволяют, опять же, показать наши результаты и привлечь к поступлению в дальнейшем в Севастопольске. Это организация фото-выставок. То есть это фактически, любая фото-выставка, любая конференция – это, опять же, международный форум. За что российских ученых благодарят в Сирии? Почему уровень подготовки севастопольских научных групп выше, чем у зарубежных? Как сотрудникам Севастопольского госуниверситета удалось добиться столь значимых договоренностей с сирийцами? Ответы на эти вопросы смотрите в программе «Актуальное интервью». Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа отработали полеты в сложных погодных условиях в небе над Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. В учениях были задействованы экипажи более 10 вертолетов армейской авиации, в том числе К-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8. Во время полетов пилоты учились прикрывать стратегические объекты, а также оказывать огневую поддержку транспортным вертолетам, выполняющим десантирование подразделений. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов Черноморского флота «Панцирь-С-1» обнаружили и уничтожили воздушные цели. По такому сценарию прошли военные учения в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота. По замыслу тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотники. В ходе учения расчеты комплекса «Панцирь-С-1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, уточнили в отделе информационного обеспечения флота. При этом с целью создания обстановки, приближенной к боевой, личный состав подразделения охраны и обороны отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. Крымские пограничники пресекли нелегальную торговлю черной икрой незаконного предпринимателя, проверили после того, как он попал в поле зрения сотрудников силового ведомства, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Оказалось, местный житель активно продает особо ценные виды водных, биологических ресурсов и их производные. Рыба, которой торговал подозреваемый, занесена в Красную книгу Российской Федерации. База подпольного торговца располагалась в Симферополе. Предпринимателя задержали, а всю продукцию изъяли для отправки на экспертизу. В пограничном управлении сообщили, что в настоящее время по факту ведется расследование, по итогам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В течение суток 23 января и ночью 24 в Крыму ожидаются снег, метель, гололедица, а также усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднения в движении транспорта, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах полуострова, также возможны затруднения в работе аэропорта. В чрезвычайном ведомстве предупреждают, в связи с ухудшением погоды необходимо соблюдать правила безопасности. Воздержаться от выхода в открытое море. Соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Не находиться вблизи рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, дорожных знаков, также крупных деревьев. Воздержаться от посещения горно-лесной местности. Организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами. Спасатели напоминают, что особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру телефона 101. К этому часу все за развитием событий. Следите вместе с выпусками Севен Форум Бюро. Связаться с редакцией вы можете по телефону городской 59-0060, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова